Республику посетил гендиректор фонда содействия реформирования ЖКХ России Константин Цитцин. С этой госкорпорацией Якутия работает много лет. Речь идет о переселении граждан из ветхого и аварийного жилья. Чего удалось добиться за последние годы и каковы планы за работой делегации, наблюдала Александра Охлопкова. Адресная федеральная программа переселения граждан из ветхого и аварийного фонда реализуется в Якутии с 2008 года. На условиях софинансирования из государственного, республиканского и местного бюджетов израсходовано 36 миллиардов рублей. На новое жилье получили более 20 тысяч человек. Мы на сегодня занимаемся той программой, которая связана с переселением из аварийного жилья, зафиксирована на 1 января 2012 года. И этот объем именно последние годы занимается, в принципе, уже как бы близки к решению. Но это только примерно 1 четверть того объема, который есть в республике. В ходе совещания предложено создать рабочую группу, которая будет собираться раз в месяц для обеспечения выполнения графика на местах. Первое совещание состоится уже на следующей неделе. У меня есть уверенность, что к 1 сентябрю 2017 года все эти заявленные показатели, это почти 30 тысяч человек, будут переселены. Необходимо применять типовые проекты, которые на сегодня, к сожалению, в республике не применяются, что позволит еще снизить, соответственно, цену квадратного метра. Воскресный день для десяти семьям столицы, проживавшим в ветхом и аварийном доме, стал самым радостным событием. В торжественной обстановке им были вручены ключи от квартир в новостройке. Многоквартирный дом на 203 микрорайоне был построен подрядной организацией ГУПДЖКХ. Все квартиры сделаны под белый ключ, в них установлено сантехническое оборудование, уложен линолеум, покрашены стены. Проживали по адресу Сафронова, 69, в аварийном доме, он уже давно признан аварийным. Очень ждали долго, уже и надежки практически не было. Ну вот в один день, прям нас осуществили всю нашу семью, мы еще пребываем в состоянии шока, не можем до конца осознать, что это наша квартира. Далее рабочая группа посетила детский сад Василек, поселка Жатай. Сад рассчитан на 100 детей. На Василии отметили в октябре прошлого года. Вчреждение является единственным в республике экспериментальным энергосберегающим детским садом. У нас очень тепло и у нас экономия идет. За полгода 16-го получается сэкономили 86 гигакалорий. Если вывезти на деньги, то это где-то 300 тысяч сэкономили. Энергоэффективный в Жатайе не только новый детский сад, но и все дома, которые застроены по программе переселения. Дом, который введен в 2013 году, считается одним из лучших в поселке. А еще жильцам этого дома Егор Борисов вручил табличку образцового дома. Теперь он не только пример поселка, но и всей республики. Сами собираем средства на ремонт, на благоустройство, на участие в каких-то конкурсах. У нас нет техничек. Всю работу, которую по обеспечению чистоты, выполняют сами жители. Отметим, что для полной ликвидации проблемы с ветхими и аварийным жильем требуется около 130 миллиардов рублей. В этом году республика намерена построить 600 тысяч квадратных метров. К 2022 году увеличат до 1 миллиона. Александра Хлопкова, Георгий Григорьев, Вадим Ганкевич, НВК Саха, Шатай, Якутск.